Дружба, ненависть, любовь, предательство, измена и социальные сети. Жестокую реальность современности показала в своем дебютном фильме Екатерина Краснова, которая вдруг ни с того ни с сего решила стать кинопродюсером. Решили показать день, один вечер модного стилиста и все это через призму социальных сетей. Насколько мы зависимы от социальных сетей и даже собственную личную жизнь, мы решаем через призму социальных сетей. Фишкой картины создатели также считают то, что в нем нет ни одного положительного героя. Санжару Мадееву, например, досталась роль подлеца, который изменяет своей девушке с ее лучшей подругой. Тем мне проект и понравился, что нету каких-то нравоучений, что вот этот прям такой белый пушистый, смотрите на него и делайте как он. А этот прям плохой нет. Пускай зритель сам решит. Первый блин начинающего продюсера оценили представителей шоу-бизнеса. Мнения, как обычно, разделились. Эмоции, переживания, как это все происходит, то есть любовь-любовь, ненависть-ненависть, да, там все драки, все это все дела, алкоголь, сигареты, это вообще уяд, господи, вся такое. Это было все со вкусом исполнено, было все очень интересно и, в принципе, весь фильм был такой, держал зал в напряжении, все хотели посмотреть, чем же это все закончится. Очень хороший формат, очень новый, очень симпатичный, очень смешные комментарии были вставлены. Я ржал в голос, я, по-моему, мешал всем смотреть. Но я думаю, все равно этот фильм больше он девчачий для себя. Я думаю, девочки в Казахстане будут в восторге, потому что даже я, взрослый 40-летний мужчина, я смеялся этим шуткой. И это несмотря на то, что по задумке режиссеров и продюсеров, картина является острой социальной драмой. Актриса, сыгравшую одну из главных ролей Динара Бактыбаева, впрочем, немного расстроилась такой реакцией зрителя. Была эмоциональная сцена, где героиня раскрывается, говорит всю правду, и зритель смеялся. То есть, ну, для меня это было забавно. Я думаю, ничего себе, все смеются. Ну, окей. По словам создателей картины, чтобы собрать актерский состав, проводился масштабный кастинг. Но названный брат Кати Красновой рассказал, как все было на самом деле. По блату, все по блату. Значит, я купил себе роль. Изначально Санжар, вот где-то здесь ходит, мне предложили главную роль. Я говорю, да нет, надо вот, чтобы молодые актеры пробивались, поэтому я на второстепенную ушел, а Мадиев забрал главную. Ведущая телеканала «Музон» Ульяна Амен тоже попала в фильм благодаря личному знакомству с продюсером. Кстати, сама Краснова утверждает, что писала героиню специально под нее. На самом деле я очень волновалась. Я играю Юлю. Юля, она яркий представитель шоу-бизнеса. Она беспринципная, она очень активная, и у нее, скорее всего, нет друзей. Бюджет картины создатели озвучивать не хотят. Стоит отметить, что фильм был снят всего за 9 дней. Не отразится ли это на успехе драмы, покажут кассовые сборы. Но Катя в любом случае не собирается на этом останавливаться. У нее на руках уже имеется сценарий следующего фильма.